В Калужском колледже питания и услуг есть традиция. Завтрашние выпускники собираются вместе, чтобы поговорить о своем профессиональном будущем. А начинается этот разговор в кабинете директора. В принципе, перспектива ясна. Работа по специальности. Даже в армии мальчишки планируют быть поварами, а юноша в белой форменной рубашке коком на корабле. Вот она, ценность профессии. Впрочем, именно об этом говорят сейчас студенты. Профессия очень ценная. Она везде уважаемая. Ее спрашивают постоянно. Работников требуется постоянно. Хорошо облачиваемая. Я считаю, что ценность для меня, это, например, то, что я вообще не умела готовить, когда пришла сюда. И сейчас я понимаю, что это для меня очень важно в дальнейшей жизни, потому что я будущая мать. Естественно, кухня. Большую часть я буду проводить на кухне, и это очень важно. То, что будут есть мои дети. Как вас встречают на предприятиях общественного питания? Отрываются руками. Работал я во многих местах. Я работал в Суши Тайме, кафе Стена, работали в Белом доме с Русланом, на Вольсвагене. Спрашивали кого-нибудь еще. Могу ли я кого-нибудь позвать с нашей группы или есть знакомые с нашими лицами. По такому же принципу создавался поварской коллектив в ресторане Суши Тайм. Особый спрос на мужской персонал. Это не прихоть директора, скорее капризы японской кухни. В стране восходящего солнца суши – прерогатива мужчины. Рыба любит холодные руки. А контролер – ледяную голову. Единственная повариха Татьяна Мосина стоит на отдаче блюд. Прежде чем отправить в зал очередной подарок Нептуна, она его дегустирует. И вот тогда… Я показываю, кто в доме хозяин. Девушка с характером знает толк не только в управлении людьми. Она отлично ладит с поварским делом. Всему меня научили в профессиональном лицее. Он мне дал поварскую подготовку. Так же, как и обладателям холодных рук в горячем цехе. Работа здесь кипит. Готовят японские блюда. Их много. Больше 50-ти, наверное. Больше 70-ти. Очень большой ассортимент. Нравится все. Я люблю готовить, люблю делать заготовки. Резать, крутить, закручивать, резать роллы. Мне кухня вообще очень нравится во всем. Могу сказать про все, как сделать роллы. Купить водоросли, нори. Отварить рис. Все, что угодно туда положить, внутрь, закрутить. Все. Вот он, самый маленький рецепт. Даже если кто-то и смог ловить этот несложный рецепт в национальной кухне, воспользоваться им дома наверняка не решится. Пойдет в ресторан. Калужане находят время есть суши. Коктейли здесь тоже делать умеют. Выпускники колледжа питания и услуг и не на такое способны. Все, коктейль готов. Можно. Ну, это, конечно же, творчество. Я считаю, что в любом деле все равно нужно вкладывать душу. А без души не будет успеха. Так учили в колледже, который стал для большинства предприятий общественного питания настоящим поставщиком профессионалов. В Суши Тайм 80% сотрудников – выпускники этого учебного заведения. В том числе заведующий производством Наталья Гаврикова. Она же выпускница колледжа. А еще Наталья Викторовна 27 лет работала в этом учебном заведении мастером производственного обучения. Быть рядом с молодежью, готовить профессионалов – дело для нее привычное и любимое. Почему мы берем именно на работу выпускников колледжа? Дело в том, что ребята подготовлены уже профессионально. Они приходят поварами. Да, конечно, на каждой кухне есть свои какие-то персональные нюансы. У нас, допустим, японское направление, где-то итальянское. В колледже поверхностно учат этим людям, но у них дается основа. Основа. А это большое дело. Мы получаем многочисленные заявки от руководителей предприятий о том, чтобы направить наших студентов на производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. Таким образом, наши студенты разбираются уже в период производственной практики и производственного обучения. Наше предприятие открылось совсем недавно. И работают в основном здесь практически все выпускники Калужского колледжа питания и услуг. Вот, разных-разных лет. От довольно уже преклонного возраста до совсем-совсем молодых выпускников, которые только в этом году будут заканчивать колледж. И это, конечно же, наша надежда. Наша надежда на будущее. Профессия повара, она действительно, она такая, любит труженика. Если труженик, то у него будет успех. Сергей Русецкий. Прежде чем стать авторитетным шеф-поваром в Калуге, много учился. Сначала в колледже питания и услуг. Потом у мастеров международного уровня. Я работал в американском кафе, который назывался «Ли Сэм». Тот же там был шеф-повар, он обучался в Америке, долго жил. Потом у нас уже там много чего дал. Опыт очень много чего значит. У студентов все еще впереди. Без признания они не останутся. А пока уроки мастерства проходят в стенах родного колледжа. Основные соусы, которые используются у нас в кулинарии. А грибные соусы, куда мы будем использовать с вами? А сладкие? Сосы. Так. Шоколадные. Так. Замочные. Засыпай рисок. Не спеша. Засыпаем. Мешаем. Мешаем, мешаем. Рис мы с тобой сколько варим? Десять. Десять-пятнадцать минут. Снимаем все. И пошли мы его промывать. Преподаватели колледжа за своих учеников спокойны. Их профессия востребована как никогда. На хлеб с маслом заработают, а все остальное приготовят сами. С их умением неделю на одном картофеле продержаться можно. Картофель фри, картофель отварной, картофель в молоке, картофель тушеный, картофельное пюре просто. Также из них можно сделать картофели, котлетные, картофельные котлеты, дразы картофельные. В семьях студентов колледжа питания и услуг заметно расширился рацион питания. Старшее поколение с радостью уступает место на кухне своим поварятам. Я дома стала сама, сейчас кухню готовить, потому что мама с ребенком сидит, мне некогда. Я сама кухню готовлю дома. При этом изначально процесс работы строится грамотно, как учили. Дома постоянно подвязываю к кухне, чтобы волосы не видны. Ну и когда работаешь, они мешают. Кормят студенты не только домочадцев, но и друг друга. В колледже питания и услуг самообслуживания. Обеды – дело рук самих ребят. Если котлеты пригорели, пенять не на кого. А кого похвалить, всегда найдется. Если вот им нравится, они подходят и говорят, ой, сегодня так вкусно. Я говорю, вот видите, дети, умения приложили. В этом колледже случайных людей почти не бывает. Сюда приходят за знаниями. Ценность профессии уже ясна. Это все-таки добрая профессия. Ну, кого-нибудь угости, там, ну, вкусно. Как говорят, наша профессия, мы должны накормить всех и быть добрыми. Злоповар не бывает. А если еще готовить без такого хорошего настроя, позитивного, то у блюда будет невкусно. Готовишь с улыбкой – быть вкусным. Как выяснилось, одной улыбки маловато. Хорошему повару нужно еще вооружиться знаниями бухгалтерского учета. Не только приготовить блюдо, но и вычислить его стоимость обязан профессионал. Это вовсе не скучная наука. Наоборот, интересно составлять. Сам знаешь, что и сколько стоит. Может, в ресторан будет открывать. Бухгалтерский учет тоже нужно, это все надо знать. А вот будущие официанты и бармены штудируют гуманитарные науки. В работе им потребуется постоянное общение с людьми. Конечно, напомнить дату Куликовской битвы посетители попросят едва ли. Да и стихи читать не придется. Но говорить красиво, образно и легко уметь нужно. Что же касается поэзии, она волнует юные сердца. Ну, это в последнее время не так часто встречается. Потому что сейчас много всяких, так сказать, может быть преимуществ. То есть, общение по интернету и все там уже можно найти. Не стоит читать друг другу так лично. Хотя это, я думаю, очень приятно было бы слышать человека там на признании в стихах. А представьте себе, что большинство людей есть вовсе не умеют. Нужно не только знать, что есть, но и когда, как, и что при этом говорить. Я еще хочу. Мечта любого повара получить такую оценку. В этот раз супы варили первокурсники и хвалили их на дегустации. Борщ, щи, харчо, окрошка, суп-пюре картофельный и фасолевый. У ребят это премьера в приготовлении первых блюд. Узнать секреты мастерства им еще предстоит. А вот азы они усвоили крепко. Продукты закладываются в бульон в определенной последовательности. В зависимости от того, в какое время варятся продукты. Допустим, если капуста сейчас у нас позднее, варится очень долго. Значит, мы ее должны первой заложить. А вот весной, когда мы будем брать раннюю капусту, там она варится очень быстро. Поэтому мы ее должны положить уже после, допустим, картофеля. Сок сварили, значит, обязательно ему дать постоять 10-15 минут. Что в это время происходит? Жир поднимается на поверхность. Бульон светлеет, и суп приобретает вкус и аромат тех продуктов, из которых он приготовлен. У кондитеров правил не меньше. О толщине теста, форме пирогов и времени готовности они могут рассказать многое. Все потому, что профессию выбрали по призванию. Я ее выбрал давно, еще в классе седьмом в школе. И вот реализовал то, что... Вообще мы как бы с другом договорились в седьмом классе, что пойдем сюда, на повара. И так получилось, что мы оба пошли на повара. Вот, и работаем, учимся тут. Уже работаем, мне нравится. Чародеи желудка практикуются в колледже, в производственном цехе, а продавцы в кафе пирожок. Это и есть их учебно-производственные мастерские. А для калужан – место, где можно полакомиться вкусными студенческими булочками. У меня дочь очень любит пирожок с печенкой. Мы приходим, покупаем здесь. Здесь много всего разного, очень много с повидлом, с разными начинками, ничего только нет. Но мы больше всего любим именно эти пирожки. За ними специально приходим. В пирожке студенты, начиная с первого курса, учатся грамотно обслуживать покупателей. Пожалуйста, приятного аппетита. Наша учебно-производственная мастерская открыта всего полтора года. Но, вы знаете, учащиеся получили очень хорошие, получают хорошие навыки. Кроме того, учащиеся не только у нас занимаются приемкой, отпуском, обслуживанием покупателей, но производят расчет с покупателями. И плюс они же осваивают навыки работы на кассовом аппарате и сдачи денег в Госбанк. Это все производится здесь. У нас еще на большой перемене питаются наши студенты. Это четвертый курс. Четвертый, второй курс. Так что, мы очень рады.